но посмотрите ребят во что выросла это маленькое чудо домашнее имя пока золото но золото с двойным секретом это чрезвычайно неугомонная хитрая не не пойми какой национальности животное потому что хулиганит со страшной силой и как ты там чего-то не цыкаешь не пыкаешь ничего не делаешь он не понимает нифига а потом в сердцах что-то возьми по-деревенски доляпли что ж ты робишь скотиняка такая вот такие шары сделала уставилась и перестала хулиганить так что наверное ее в деревню к брату двоюродному петру отправлю вот петро то и там мозги быстро правит и научит родину любить и объяснить тупо землей морковку красит поедешь деревню а мартышка все глаз загорелся ты морда маленькая все беги всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте почти бритье в этом выпуске будет много тема в конце даже будет история со счастливым концом свидетелем который я был на рассказ этой истории меня никто не выполномачивал поэтому и я уберу все имена но скорее всего по шее это все-таки получил рассказать хочется потому что там не только хороший конец но там еще и люди хорошие поэтому давайте по порядку первое это андрей оборский задал вопрос и в его вопросе звучало неприкрытое непонимание а что делать то собственно видосов насмотрелся наших и купил себя рокфелл начал бриться и что он только не делал у него все время раздражение 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 причин на то может быть много потом со временем когда андрей уже обживется он наверно уже начнет понимать что в принципе там можно даже станок взять который будет тебе ну хоть какими лезвиями не в душе то есть ну ты не сможешь им бриться но не твое всегда будет раздражение но это потом и в любом случае это не этот случай так мадам уйдите со света пожалуйста она уже целится куда куда и куда и муки морда цепиться так все беги и в любом случае это не тот случай потому что речь сейчас идет о рокфоле а рокфол заходит практически всем кому-то он больше нравится кому-то меньше но заходит он практически всем если кому-то не заходит то это скорее всего ввиду своей обыденности потому что он настолько прост настолько элегантен настолько предсказуем бритье что дальше уже куда дальше уже некуда ну разве что байкал ну про байкал мы уже сказали моего производить не будем так вот под этим комментарием тут потом было очень много уточняющих от других парней спрашивали андрей объяснял очень сильное подозрение что андрей взял с места в карьер слишком поторопился я больше чем уверен что 13 видео не смотрел а там я подробно в стихах и песнях объясняю если ты новичок что тебе нужно сделать не нужно торопиться нужно медленно но верно идти к своей цели с чем это связано при любой смене режущего инструмента на лице когда-то собираю щетину кожа будет на это реагировать отрицательно вот у тебя есть станок ты бреешься у тебя проблем ноль вообще все хорошо все замечательно но вот это хотел попробовать другое лезвие хлоп лезвие поменял и очень даже может быть большой вероятностью что у тебя соскочит раздражение потому что лезвие другое кожи нужно время чтобы привыкнуть адаптироваться к этому новому способу ты лезвие оставишь старое но возьмешь новый станок может привести к точно такому же результату именно поэтому кожу нужно приучить к тому что ты поменяла режущий инструмент это не касается кассетника потому что там но пять лезвий и он не глубоко пашет и он по сути гладит да быстро ты там хлоп 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 но тут маленько другая технология здесь более тяжелые инструменты более жесткий рез нежели на кассетнике поэтому начни с того что посмотри 13 видео но чтоб ты сейчас не бежал это делать я тебе скажу первую неделю-две просто не торопись и брейся по росту волос подразумевает что ты уже карту роста волос у себя на лице изучил то есть у тебя борода отросла и ты уже примерно представляешь где куда какие волосы растут так вот первую неделю-две брейся просто по росту не стремись выбриваться в чистую просто сбривай по росту это даст тебе две вещи первое ты научишься правильно бриться ну технику поставишь научишься не давить после кассетников но не даст чистоты бритья зато кожа начнет привыкать потом когда ты уже почувствовал что маленечко у тебя там уже что-то ого-го тогда уже к этому можно добавить поперек не стремись сразу и против внутри прохода не надо еще недельку-две поперек то есть по и поперек по и поперек чисто за это время ты вряд ли сможешь выбраться ну разве что у тебя щетина там очень тоненькая и тогда да тогда вероятно но маловероятно если у тебя скорее всего обыкновенная щетина и вот после того когда ты уже и по неделю-две набьешь и поперек неделю-две ты считай уже месяц ходишь ты уже и технику наработал у тебя уже и кожа лица привыкла к тому что ты делаешь ну и все там уже третий проход уже завершающий против шерсти в чистую и чтоб у тебя было там все как мама не горюй как у дельфина при рождении вот что типа такого это один вариант второй вариант от чего возникает раздражение ну от воздействия эпидермис не не то не твоя геометрия станка да может быть давишь на станок да может быть не то пара станок лезвия да может быть все эти факторы приходится учитывать не тот станок мы откинем потому что это рокфу но чрезвычайно комплиментарий мы про это уже говорили давишь тут откидывать нельзя скорее всего ты давишь ввиду того что ты на кассетниках был за все это время скорее всего ты давишь а давление особенно чрезмерно это прямая дорога к тому что если у тебя стоит неправильно пара с лезвием в этом станке ты раздражение 100 по доллар хлопочешь если вот сейчас взять и просто подвести черту памятуя твой ответ о том что ты там говорю что тебе персона максимально хорошо подошла а персона это выше чем средняя по страте лезвия попробуй поставить еще что-нибудь остренькое тот же самый полсильвер тот же самый жилой жилет был физер ну я не знаю ночью а может быть и физер даже и правильно тебе там ребята в комментариях сказали что не нужно бояться шестой плиты шестая плита она самая агрессивная значит тем же с той же самой персоной если она тебе понравилась очень большая вероятность что у тебя все будет хорошо но при условии что ты коже даст шанс привыкнуть к новому способу бритья вот вот такой примерно ответ еще один маленький шухер устроили под прошлыми двумя видео когда я показал байкал но кстати алюминиевого байкала уже нет там чуть-чуть осталось крашеного а просто алюминиевого нет по поводу колечко когда мы приняли решение у себя коллегиально что во все станки которые будут выпускаться будем добавлять кольцо у нас были только добрые побуждения благие как то во первых это кольцо можно использовать как транспортировочное дороге всякое бывает допустим взяли в вашу коробку не поклали как обычно куда-то там в какой-то отсек а там закинули где вибрация идет и там внутри в коробке все вот это вот и пошло и пошел и пошло раскрутилась а потом хлоп перекинули в другое место бумс пошло куда-то на излом она надо в этом случае когда ставишь вот это прокладочное кольцо ты его закручиваешь до конца и резьба идет в натяг она уже более прочно закручивается в отличие от того что там ребята говорят и второе те люди которые с повышенным чувством прекрасного ну кстати они как правило стремятся к тому чтобы не царапать не плиту не ручку во время сбора разбора и в этом случае это кольцо также может помогать после того же что я прочел в комментариях что там началось ни один не два не три не пять больше людей инструкция как его применять а что это такое а для чего вы его положили объясните это самые-самые такие спокойные и начиная даже так как до таких знаете что прям агрессивных вадим викторович не выводите заблуждение а вот крис брэдли которого там карл выпускает он прямо говорит что это транспортировочная потом его нужно снимать потому что если вы будете использовать это кольцо она вам резьбу испортит как каким образом а и в конце еще гневная не вводите людей в заблуждение зачем вы даете в неправильную информацию ну как объяснить человеку но если у тебя авторитет крис брэдли ну так верь ему пожалуйста кто против то никто совершенно но так вот ходить и агрессивно кидаться на людей что они кого-то там в заблуждение вводят и дезинформируют сознательно причем злостно ну ребят ну вы чё это просто транспортировочное кольцо хотите его использовать пожалуйста никто вам не запрещает станок от этого никак не пострадает только выиграет потому что сам по себе полиуретан но он не мягкий но он достаточно упругий то есть как пальцем его не продавите но когда вы идете в цепке с резьбой то да при закручивании естественно будет маленечко проминаться то что это не металл это все-таки пластик и когда вы его чуть-чуть проминаете он все-таки будет стремиться вернуться обратно в виду это он будет давить на ручку раз он будет давить на ручку ручка то на голове на резьбе правильно то есть это давление сопромат вспомните она будет косвенно передаваться и на ряду в том числе то есть те витки, которые есть, они уже будут в несвободном доступе, которые, ну в принципе то и сами по себе могут быть в натяг если вы докрутили до конца и приложили некоторые усилия, чтобы подзакрутить там они, да, тоже так чуть-чуть сместятся и пойдут в натяг, а здесь это минимизировано потому что у вас стоит шайба и вам не нужно уже такого жесткого, как вы это делали бы металла-металл, а вам достаточно чуть-чуть просто прикрутить и вот этот полиуретан, он сгладит углы, уберет шероховатости и позволит вам и плиту не царапать и более цепко закрутить ручку все, больше ничего никаких провокаций никаких злых умыслов никакой дезинформации, там и стремления кого-то там обмануть и исказить и не дай бог непорочного Криса Брэдли как-то там опозорить, который даже в инструкцию это вносит не было, совершенно это простая вежливость, простой сервис, ребят, вы что ну прям удивили, и только в конце два человека, вот первый к сожалению забыл, он вышел так сказать ржачный, типа, что вы, да это же вот и второй это Джек Блэк вышел и так как сказал, сказал что это тут за фигню развели ну молодец, красавчик так что вот такая полиуретановая шайба ребята, я вас очень прошу не реагируйте так остро на это мы кладем эту шайбу и будем добавлять наборы именно с той целью, с теми целями которые я объяснил кому не нравится, ну выкиньте ее забудьте про нее, считайте, что ее не было вот и все ну и в завершении небольшая история со счастливым концом как я вам и обещал не так давно я стал свидетелем сам, очевидцем этой истории потому что случилось следующее один из моих хороших подписчиков которого я знаю уже не первый год он военный недавно в ВК мне написал Викторович, вот так и так, вот такая вот фигня смотри, я продавал свой помазок барсучка ну и отправил человеку там он заплатил за помазок я там заплатил там за пересылку не знаю уж как там это было он по-моему писал но суть в чем когда человек посылку вскрыл там было вот это и показывает фотографии на которых скажем так ручка помазка она из дельта древесины вот из этой она разорвана в клочья видать она изначально была все-таки чуть-чуть влажной и после того как он отправил где-то там что-то там какие-то условия попало скорее всего там где это было это было очень холодно и не минус 10 и не минус 15 гораздо больше но эта влага скорее всего порвала к чертям эту ручку возможно там даже и ПР в чем-то получше осталось но это маловероятно потому что если бы так ПР воздействовал на этот помазок то скорее всего от коробки бы ничего не осталось хотя подробности я не знаю возможно это совокупность всех факторов короче по итогу получается что этот помазок который он продал в нормальном состоянии приезжает к покупателю чтобы не называть имен я так и буду говорить то есть покупатель продавец и производитель ну и вот видит это он говорит что делать ну я ему и сказал что делать я говорю как бы это обратись к производителю я его знаю не первый день и как бы может серьезный по мелочам не разменивается и я думаю что он поможет скажет что делать хлобысь продавец соединяется видать там что-то происходит потом приходит сообщение Викторович блин так и так вот он даже не думал нифига говорит дай мне адрес этого человека я ему новый вышлю дву вот представляете себе всю эту ситуацию то есть вот человек продал но он мог повести себя совершенно иначе я ничего не знаю вот у меня фотография хорошие поквал и все проехали мог кого бы это удивило да никого производитель ну права потребителя чек срок годности покажите мне все это где это ооо год прошел все спасибо до свидания мог мог и кого бы он удивил да никого но ни тот ни другой так не поступили они поступили по-людски что продавец что производитель а самое прикольное ребята в этой ситуации это то что покупатель которому попался этот помазок он обо всем этом даже и не знал нифига после того как вот продавец продавцом уже переговорил и он покупатель говорит мол так и так вот я тут все порешал вот смотри сейчас все будет и для него это было удивлением потому что взрослый человек устоявшийся мужчина со своим царем в голове и он в принципе-то понял что произошло потому что помазок ну как ну человек и пользовался то есть там естественно где-то влага где-то что-то ну всякое могло быть а в ванной комнате это естественно ну вот на морозе что произошло и то и произошло у него претензий не было изначально он уже начал эту ручку переделывать под себя ну мужик головастый рукастый то есть ну я говорю там все нормально это это человек а мог бы поступить по-другому ну а что нет мог бы конечно помазок непростой фирма на советском постсоветском пространстве достаточно известная мог просто фоток нащелкать и побежать по форуму вот смотрите что бывает а так хвалили так хвалили эту древесину оказывается вот говно а не древесина мог мог но не сделал почему да потому что человек для него это был бы зашквар как и для продавца как и для производителя поступить как-то по-другому они просто все втроем сами того не ведая поступили по-человечески очень приятно что на нашем постсоветском пространстве есть такие фирмы которые решают вопросы производство брака оно бывает ребята от этого никуда не уйти если ты что-то производишь брак у тебя априори он будет будет процент брака да он всех разум если мне память не изменяет допустим если взять этих же самых самсунгов у них самый низкий процент брака из всех мобильных телефонов что-то в районе там 8 процентов что ли или 7 процентов что-то типа такого 92 они нормальные все делают плюс их сервис уж не знаю насколько он там хорош но по крайней мере когда я обращался мне всегда помогали мне кажется вот это определяет не то что ты сделал брак а что потом с этим браком дальше произойдет у нас вот при выпуске тайги с браком тоже была история и мы ее закрыли человек получил деньги но осадочек остался вилки нашлись а осадок остался вот такая вот фигня от всей души желаю чтобы этого не было чтобы как можно меньше и чтобы вообще не было брака чтобы как можно больше было вот таких вот людей которые сами того не а как я узнал то вообще об этом я продавцу написал недавно мы так общались я говорю а не ты случайно покупателю не ты случайно вот у продавца недавно так купил да как ты узнал я говорю ну как бы вот вот в ВК разговаривали то есть продавец производитель даже и не знает что вот это все вот как-то мы там с покупателем с продавцом то есть это это само по себе оно или есть или его нет дай бог чтобы оно всегда было вот об этом я бы хотел сказать во всех ситуациях нужно оставаться людьми не всегда это просто не всегда получается и даже если вот в этой ситуации которая вот сейчас вот произошла ну гипотетической тебе не удалось остаться человеком так постарайся сделать выводы и в следующий сделать все правильно давайте чтоб все было хорошо и по-людски самое главное ну все на этом давайте заканчивать и пора уже бриться тем более что бритье у нас обещает быть ой каким интересным там будет легенда ну все пока-пока до новых встреч всего вам хорошего берегите себя ну и дай вам Бог здоровья пошли грудь а до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok